Что вы сегодня и в течение 10 прошедших лет, с того дня, как ушел мой папа в мире, наш папа, что пришли, поддерживали нас, что сегодня поддержали нас. Большое-большое от своего имени, от моей мамы, всех моих братьев большое вам спасибо. Спасибо. Как вы знаете, историю делают люди. Вот сегодня здесь сидел, я хочу быстро в маленький эпизодик рассказать. Я 10 лет не могу поблагодарить Иосифа Захаровича Бадалова за все, что он сделал для нашего города, для нашего народа и именно для нашей семьи. И, пожалуйста, послушайте этот эпизод. Все, кто жил в Самарканде, он меня сможет понять. Только родилась моя сестренка Тамара, она маленькая девочка. Вдруг к нам домой приходит круг, проверка. Мой отец материал держал дома. И так получается, он сделал полностью всю ревизию и теперь говорит папе. Папа знает, что, ну папа всегда держал все в уме, все в голове, он знал, что у него там недочет не должен быть, а может быть у него больше, чем баланс. И тот человек скрул. Папа говорит, скажи, пожалуйста, мой, я-то командой, баланс мой скажи, говорит. Он говорит, нет, ты сначала подпиши бумагу, потом я тебе скажу. Папа говорит, я вас прошу, не делай так. Я же не могу сейчас, я вот подпишу, а может у меня больше, а может недостача. Я буду переживать, если недостача, я добавлю, если больше, я тебе объясню, почему. Он вот принципиально стоит, нет. Ты сначала, говорит, покажешь, подпишешь, потом я тебе дам ответ. Папа берет мою маленькую сестренку в руки, это мой брат Руберна рассказывал. Папа берет мою маленькую сестренку в руки и говорит, ой, ой, ля кон, восемь детей у меня, она восьмая у нас. У меня восемь детей, у меня пожилые братья и сестры, единственный короткий, что ты делаешь? Он твердо стоит на своем, нет, подпишешь. И вот тогда, что получается, они посылали, по-моему, Лир Рубина, вызывая, посылали Бадалов, Иосиф Захар жил за нашим, у нас была одна стена, разделяла нас. Они послали к нему домой, пришел Уламайев.